Что-то там помчался? Дочь ваша. А что? Что-то случилось? Случилось. А именно? Может быть, приметили в команде выздоравливающих лейтенанта с орденом и медалью? Если нет, надо познакомиться. Кажется, хороший зять у вас будет. А, Ленечка, как вы можете так шутить? Какие шутки, Иван Алексеевич. Дочь ваша просто светится от счастья. Ведь один вы этого не видите. Этого не может быть. Она мне ни слова. Дистинное чувство всегда безмолвно. Какое чувство? Она, она еще ребенок. Увы, мы последними замечаем, когда наши дети взрослеют. Кругом война, смерть. Да, это не лучшее время для любви. Но, к счастью, война тут невластна. Извините, Анна Ильинична, позвольте мне самому распорядиться с судьбой моей дочери. Тем более, что я отвечаю за нее хотя бы перед памятью покойной жены. Простите, Иван Алексеевич, вы правы, я вам здесь не советчица. Разрешите идти на обход? Да, идите, конечно. Бред какой-то. Иди. Папа. Веронь. Что это мне тут сказали? Лейтенант, зять. Папочка, ты, пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Да. Да, конечно. Конечно, вполне. Вполне серьезно. Вот, понимаешь, папа, мы любим друг друга. Дочка. Дочка, это не ты. Это твои 18 лет. Ну, понимаешь, весна, лес. Герой этот в орденах. Их еще столько будет. И все серьезно. Нет. Мы с Володей решили пожениться. Мы с Володей решили. Ну, а как же я? Меня уже не существует. Да ты что? Не говори так. Ну, 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 ну. Успокойся. Все пройдет. Как с белых яблонь дыма. Не пройдет. Что? Что нет? Что не пройдет? Это на все жизни. Чью двою? И Володей. Так. Когда я отыскал тебя в Ленинграде, ты ходить не могла. Я тебя в машине на руках нес, как в детстве. Нес и думал. Это единственное. Единственное, что у меня осталось. Я даже в тугу тебя боялся остаться. Там бомбежки, голод. Ты погибнуть могла. Бабочка, не надо. Не надо. Надо, дочь, надо. Надо, надо, чтобы ты все знала. Я тебе такое скажу, что никому не говорил. Себе, себе боялся признаться. Ты знаешь, меня тут упрекают. В осторожности, даже в трусости. Я знаю, знаю. Но ведь это ради тебя. Я держу госпиталь подальше от передовой. Я не могу представить, что с тобой хоть что-нибудь случится. Как вспомнить тебя там, в Ленинграде, в этой комнате. Я тебя умоляю, папочка. Не надо. Все будет хорошо. Ты познакомишься с Володей и все поймешь. Навряд ли. Ну, ладно. Прости. Бог с ним. Бог с ним с Володей. Мир. Я не могу жить без него. Я все равно уеду с ним в полк, сбегу. Спешишь. За первыми штанами. Девчонка. Девчонка. Папа. Субтитры сделал DimaTorzok.